Предстоит большая работа. Я меньше, ты больше это знаешь по организационным вопросам. Люди должны иметь рабочее место, связь. Люди должны проинформированы быть о своем рабочем месте в овальном зале, как работать там, ну и много-много других вопросов. Я почему пригласил тебя, еще неизвестно кого там изберут, председателем, заместителем, но думаю, что если вы выполните вот мои поручения сейчас, это будет большой плюс в ваш портфель депутатский. А речь идет, это прежде всего просьба к вам, сделали так, чтобы наши депутаты меньше имели претензий и обид. Нет, без претензий и обид не обойдется, депутаты все одинаковые, и председатель, и заместитель, все со значками. Тем не менее, надо сделать так справедливо все, чтобы не было кому-то лучше, кому-то хуже. А наши старики, я имею в виду те, кто второй уже раз избран или в очередной раз избран парламент, чтобы они где-то за руку кого-то поводили и показали, где, как работать, на что обратить внимание. Даже если надо, молодняку этому уступили в чем-то, потому что, в принципе, для всех равные условия. Поэтому это просьба к вам, прежде всего. А вам, Валерий Васильевич, вы самый опытный юрист, без всяких там, я вам говорю, натяжек в парламенте, потому что вы прошли все ступени и поработали в администрации президента на самом горячем месте. Вы должны взять на себя вот эту юридическую, содержательную сторону дела. Может, где-то, если кто-то хочет поговорить, подсказать о юридической политике, если можно так сказать, нашего государства, о работе вообще по линии юриспруденции, о формировании этих законов. Я уверен, что много будет молодых депутатов, которым это будет очень интересно. Ну, а вам, в любой должности, в которой бы вы ни были, тоже надо к этому подключиться. Я не стану скрывать, что на главу администрации работать не будет. Мы ее направим в Совет Республики. Но за ней останутся функции и полномочия, которые она исполняла, пока новый глава администрации не вступит в свою должность как следует. Ну и вообще, я ей сказал, что отдохнуть там не получится, потому что придется работать серьезно с администрацией президента и придется исполнять обязанности у полномоченного по городу Минску. Ну, а если депутаты изберут Андрейченко председателем, то имею в виду, что за тобой останется Витебская область. И у нас там работы море. И вот то, о чем мы договорились, что нам надо от земли идти и формировать там в Витебской области нормальную ситуацию на селе. От кадров в школе выуживать этих детей, отправлять целевиком учиться и возвращать обратно, давать жилье им нормальную, более-менее. Положение надо разработать, и стипендию дать хорошую, и по возвращению жилье дать. Только так. Не будет специалистов, не будет там никакой работы. Поэтому это в любом случае тебе придется тянуть. Доверить депутаты, конечно, мандат высшего должностного лица – это большое дело. Ну, по крайней мере, я бы очень хотел, чтобы они вам доверили, потому что он – юрист, лучше не придумаешь. Ты – аксакал. Ну и человек такой спокойный, уравновешенный. Но это уже дело депутатов. Субтитры создавал DimaTorzok